Человек, путем медных переговоров не удалось, значит, кому-то убедить, что подождать до следующей вакансии, поэтому, уважаемые коллеги, я считаю, было бы нам правильным, поскольку оба претендерта, члены фракции партии «Единая Россия», значит, узнать позицию фракции по этому вопросу, и с учетом этой позиции нам потом вернуться, задать комитет и решить этот вопрос. Я вообще, на самом деле, много раз говорил, что когда депутатом поступает, фракция КПРФ, фракция «Справедливая Россия», Зинаи Михайловна, она должна работать как депутат, но это популизм, ЛДПР, КПРФ, мы тут все избраны, люди, жителями должны работать прежде всего за избирателями, не по его партийным каким-то симпатиям, а просто за избирателями нашего региона. И здесь я считаю, что надо избирать людей по профпригодности, по компетенции, а не по тому, как мы можем быть, решаясь, мы можем быть, и фракции. Почему нам здесь-то не выбрать нормальным, мы выбрали здесь, почему мы кого-то должны убеждать отозвать или не отозвать? Но, на самом деле, на одно аккаунтное место претендует два человека, которые являются членами фракции «Единая Россия», и я считаю, что я вполне справедливые слова Владимира Васильевича, поскольку вопрос, так встал даже в деятельности, это не таков-то, это правильная часть фракции, поскольку многие вопросы внутренней жизни фракции, они определяют жизнь и деятельность депутатов, в том числе не только фракции «Единая Россия», всех остальных фракций. Что касается вопроса компетенции, то компетенции определили наши избиратели, которые делали нас, депутатами Саратовской областной думы, независимо от взрослого образовательного и нового фракции «Единая Россия», и мы брали занимать, быть членами любого комитета, который принадлежит Саратовской областной думы. Поэтому еще раз поддерживаю слова Владимира Васильевича о том, что это решило правильное. — Если Вы утверждаете, что оба кандидата являются членами Вашей фракции «Единая Россия», их никто не лишал права выйти заранее и провести эти консультации. Если они посчитали это неважно, мы проигнорировали этот факт, значит нам, как депутатам, сейчас мы стоим перед конкретной ситуацией. Есть заявления, которые необходимо рассмотреть. Для того, чтобы их снять сейчас с повестки дня, нужны более явные основания, чем у Вас, как председательству, узурпировать фактически весь комитет и выносить это на фракции. Нам неинтересно, что Вы там решите. У нас, как у депутата, есть обязанность рассмотреть эти вопросы. Вот было правильно сказано о том, что депутатов выбирали люди. Люди, избиратели хотят видеть в комитете профессионалов. И где здесь в вопросах избиратель-депутат находится в данном случае фракция, не совсем понятно. Заявление вынесли, предложение есть. Значит уже, извините, придется все-таки, наверное, решать этот вопрос уже депутатам, которые работают в этом комитете. Я выражу здесь не только депутат, но и больше, как и традиционно, но вообще сказать следующее. Фракция работает по документу, встроенную в вертикально партийное управление. По намочиям фракции данный вопрос вообще ни к каким образом не относится. У нас есть намочия по выдвижению, председатели думают, председатели комитетов. Ну, до заместительских комитетов мы не дошли, хотя, вряд ли, собрания муниципальных есть статьи. Вот тот вопрос, который вы предполагаете рассматривать на фракциях, он никоим образом нигде положение во фракции не предусмотрен. Поэтому, опять же, регланды думают, они должны или отозвать свои заявления, потом и на фракции, конечно, правильно смотреть и передавать кого-то из них. Но вообще сейчас ссылка на фракцию, ну, она не совсем укладывается. Наши партии, свои. Мое мнение, что она абсолютно укладывается. И только вот, о чем сказали, в том, что при этом там решается голосование по фракции. А здесь опять по понятию будем решать. А здесь... По розы. Я предлагаю поставить на голосование данный вопрос, отвечать его в повестку, отвечать это первое, второе, да? Вот правильно сказал Станислав Владимирович, что единая Россия, единства-то нет. Мы говорим о чем-то, об альтернативе, пусть выберут люди лучшего. Я уже не говорю о дисциплине. Считаю, что вот мое предложение поставить на голосование, оно приоритетное. Но даже сейчас, если были бы хоть чуть-чуть, вот там, скажем, не буду говорить, что, оба встали бы и сказали. Мы отзываем свои заявления, да? Мы, знаете, даже на это не хватает ума. Поэтому я настаиваю, чтобы поставили вопрос на голосование. Если да, написали, значит, если они молчат, значит, они оба желают быть членами. Ну, давайте проголосуем и выберем лучшего. Я поддерживаю здесь предложение Ивана Васильевича, что надо ставить на голосование. Ваше предложение тоже, конечно, потому что, как члены фракции Единая Россия, когда сложилась такая ситуация, когда два моих коллега-единомышленники хотят попасть в этот комитет, то я должен определиться, прежде всего, принести консультацию, точить мнение, сам определиться. А то я что, левой рукой буду за Вадим Аглазова, а правой за Людю? Нет, конечно. Я тоже. За Анастасию. Поэтому надо взять, Анастасию, да, надо взять тайм-аут, проконсультироваться и вынести этот вопрос. Я думаю, не горит сейчас. Надо только сегодня избавиться, если бы председатель. Вот сейчас Николай Альбин сказал, чтобы одной рукой, правой, левой, как бы, вставать. Для того, чтобы, на самом деле, мы могли бы, по крайней мере, сейчас сравнить кандидатов, наоборот, тем более, если их двое, хотя в повестке прописан только один, опять какая-то полуарусь, заранее проговоренность, там, фаворитизм и что остальное, не знаю, как это назвать, то должно быть, например, там, диплом образования, у кого какое образование. Вот, мне кажется, это лучшее сравнение кандидатов. Есть экономические образования, у кого, отлично, у второго есть, есть. А то, может, у одного, там, журфаку, второго, медицина, а об хотят. Давайте даже треть в ИСК, понимаете, кого-нибудь удавали. Вот это сравнительный анализ. И надо вот оттуда выбирать. А то, что вот, как сказал Николай Александрович, там депутат проголосовали, многие, Николай Александрович, по списку прокатились, понимаете, и за них конкретно. Голосовали, отдавали роль партии, понимаете, которая заслужила. А не так, отдельно. Отдельных вообще никто не знал, а, может быть, знали бы и никогда бы не проголосовали, что ли, партия. Вот, может, и за партию обязательно даже не проголосовать. Между прочим. Поэтому я предлагаю голосовать. Да. С предложением выносите. Да. Дня отец, с рассмотрения, на заседательное представление комитета вопросов об изменениях в составе комитета, Сараста, Москва, Думы, 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 Промышленности и Собственности. Кто за это предложение, прошу полисовать. Кто за? Прошу, посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы продолжим голосование. Кто, что пробуется? С рассмотрением. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот это поворот. Восемь. Восемь. Выкладываешь? Для включения достаточно. Достаточно. Конечно, достаточно. Слава Богу. Вовестки дня. Значит, об изменениях в составе дарит Сараста, Москва, Думы, по бюджетному логу, промышленности и собственности. Уважаемые коллеги, в процессе обсудения Вовестки дня, я об этом сказал, имеется два заявления. Вопросы кандидатов об образовании. Можно услышать, какими обладают образование? Я являюсь руководителем бюджетного учреждения более 12 лет. Бюджетного учреждения, социальной сферы. Отвечая на вопрос Сергея Георгиевича, я не только медицинское высшее образование имею, я имею второе высшее экономическое образование. На мой вопрос. Какое у вас образование? Возьму один, пожалуйста. Ну ладно, я отношусь к образованию. Одно. Одно. Все, еще раз. Дальше у меня вопрос. Вы можете назвать общий объем доходов, расходов и дефицит регионального бюджета? Ну, в цифре, плюс-минус. 10-15 процентов, да. Я не сотрудник, не работник министерства финансов, и вопросы, такие, мне кажется, ко мне некорректны. Какие вообще региональные налоги вы знаете? Вы идете в этот кандидат, хотите к нам работать? Какие региональные налоги вам известны? Ну, что я говорю? Я на ваши вопросы, вообще-то не буду, потому что... Вы здесь принимаете провокационную политику. Подождите, вы хотите... Сколько сейчас я не задал вопрос, вы будете другой вопрос задавать? Нет, у меня два. Вот два ответить. Просто какие налоги формируют региональные... Ванной, я сейчас ничего не буду. А, отлично. А вы можете мне ответить? И какие налоги вы найдете региональный бюджет? Я теперь все-таки закончу отвечать, да? Вы на мой вопрос ответьте, а потом... Сергей Георгиевич, по поводу налогов, я знаю только те, которые касаются моего учреждения, да, это транспортный налог и налог на имущество организации. По поводу бюджета я тоже до копеек не скажу. По своей организации могу до копеек сказать. В целом, знаю только порядок цифр. Что доход 108 миллиардов рублей. Доход, расход, если дефицит 3 миллиарда сформировался, ну, 111 миллиардов. До копеек я тоже не скажу. До копейки не надо. До копейки даже министерство не надо. Сергей Георгиевич, у вас все вопросы? Да, у вас есть еще вопросы? Да? Нет. Кстати, Андрей Георгиевич, вы хотите... Да я просто хотела закончить, что учитывая, что мы ежегодно принимаем социально ориентированный бюджет, то я посчитала логичным, если в состав комитета войдут непосредственно представители тех организаций, на которые мы ориентируем бюджет. По поводу профессионализма, я могу сказать, что я 30 лет занимаюсь журналистской деятельностью и начинал журналистом как экономический журналист, потом стал экономическим обозревателем и писал по всем спектрам от промышленности до бюджетного финансирования. Поэтому я считаю, что имеют знания, определенные навыки, циклы какие-то, я вам сказать, не могу. Просто немного с вами памяти. Уважаемые коллеги, мы все детали обсудили с вами, может, что-то не надо было обсуждать, что-то обсудить. Значит, осталось проголосовать. Значит, прозвучало предложение, вполне логичное. На голосование для кандидатуры поставить Анатолию Реброву. Я это делаю. Кто за то, чтобы ввести в состав комитета по бюджету и налогам депутата Реброву Анастасии Анатольевны в соответствии с подданным ее заявлением. Прошу голосовать. Кто за? Кто за? Так, кто против? Нет. Кто воздержался? Так, решение принято. У нас сколько человек присутствует? 13 осталось. Сколько? 13. Анатолия. 15 jardинка. Прик挑итка. Ребята Р календёр Ребята Р